В селе Барановка по улице Армянская прогуливается сразу 11 буренок. Забродячий образ жизни. Животных должны арестовать, а их хозяев оштрафовать. Специалисты подчеркивают, борьба здесь ведется не с коровами или лошадьми, а с разгильдяйством их владельцев, которые должны держать скотину в заперти. Гуляя по дороге, животные создают угрозу жизни и себе, и водителям. Еще несколько лет назад крупный рогатый скот спускался с гор. Коровы могли оказаться даже на пляже. Сегодня животные в городскую черту практически не попадают. В поисках свежей травы, а порой и съедобных отходов, они прогуливаются по селам. Но и здесь скот выходит на дорогу и мешает движению автотранспорта. Комиссия в составе представителей администрации сельского округа, городского управления сельского хозяйства и ветеринарии за порядком на крайнах города следит регулярно. Многие владельцы не беркуют таких животных, ну для того, чтобы невозможно было отследить и оштрафовать их. В связи с этим, по поручению главы города, создана служба эвакуации. Мы совместно с ветеринарией города Сочи выезжаем и таких коров эвакуируем. Задача ветеринаров – определить клиническое состояние найденного на обочине дороги животного. В данном случае все коровы оказались здоровы и агрессивности не проявляли. Но в любом случае животные должны находиться в стойле. На пастбище же только с пастухом. Бесхозные рогатые бродяги могут и заболеть. В Тбилисском районе Краснодарского края 485 голов коров заболели надулярным дерматитом, который передается в том числе и воздушно-капельным путем. Вакцины же против этой особо опасной инфекции нет. Хозяина скотины с биркой определяют по номеру и на месте составляют административный протокол. Небиркованную скотину отлавливают и доставляют на штрафстоянку. Оттуда хозяева смогут забрать свою скотину, только заплатив за свою беспечность. Наверное, отошел я на дашу, там у меня дело было. Там небольшую теплицу собираю. Вот они, наверное, этим временем вышли. Еще одна мера, которая скоро заработает, это организация пастбищ вблизи сел. Места уже по поручению главу города определены. Адреса дислокации до собственников будут доведены буквально через пару недель. Инга Габейшая, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!